В прошлый раз мы говорили про два уровня Иры, страха. Вы помните, Ира-Тата, Ира-Ила, нижний страх, верхний страх. Также он назывался внешний, Ира-Хи Цунит, внутренний, Ира-Пнемит. И мы в прошлый раз в основном разбирали верхний предел. До каких верхов этот страх доходит, можно сказать. Сегодня я хочу обсудить наоборот нижний предел. Где этот страх заканчивается внизу, или с какого места он начинается, и что ниже этого. Вот это будет наша тема. Мы в прошлый раз зачитали начало главы Мэм Гиммель, 43-я глава. Я еще раз прочитаю. Мы это в прошлый раз видели. Балатани он связывает эту тему с Мишной в Масехе Тавод, и Мэн Ира-Ин Хохма, если нет страха, нет мудрости. И потом он говорит, и он говорит здесь про нижний страх, Ира-Тата. И он здесь говорит, въешба пхинат катнут, упхинат гадлут. Мы в прошлый раз решили это не обсуждать. Это такие термины. Откуда берутся эти термины? Это из каббала Аризеля. До этого, да, то есть есть такое понятие в каббале Аризеля, катнут де мухин и гадлут де мухин. До этого таких понятий, таких терминов вообще не было, они не использовались. Что это значит в каббале, это на самом деле не так важно для нас. Примерно просто по Аризелю, как это надо сказать, динамика, сферот, она очень-очень сложная. Части сферот, они находятся в зародочном состоянии у него, потом они растут, развиваются, они даже, я не знаю, кормятся грудью. Так, есть у разных сферот разные стадии. И нижние сферот, скажем так, общими словами, они на каком-то этапе приобретают мухин, это называется, это словно мозги, то есть это сферот, которые связаны с мышлением, хухма, бина. И вот эти стадии, они так называются, катнут мухин или мухин де катнут, мухин де гадлут, здесь это называется пхинас катнут, катнут, пхинас гадлут. Вообще эти термины, они очень вошли в речи, можно даже сказать, у хасидов, это прямо очень распространенные термины. Они даже пользуются это как бы не по назначению, просто человек хочет сказать, что у него плохое настроение, он говорит, что он находится в состоянии катнут мухин, катнут мухин, лезо, правильно? Хотя, вот, теперь, Балатания, он пользуется этими терминами для того, чтобы разделить вот эту нижнюю, нижний страх на две части, да, то есть он и получается, что... Мухин де катут. Да, вот, да, да, как раз, да, так он это называет, он говорит, что у нижнего страха есть два слова пхина, мы уже часто встречали, да, то есть это аспект, может быть, да, есть пхинат катнут, у пхинат гадлут. Теперь, здесь он не очень вникает в подробное объяснение этих двух уровней, он сразу переходит на пхинат гадлут, то есть в прошлый раз мы видели, что у него и ратата тоже связана с наблюдением величия Всевышнего, и это наблюдение, это углубление, оно вызывает у человека страх, это есть, это еще и ратата, да, ира, ира, ила, это еще выше, да, мы об этом говорили в прошлый раз, да, так вопрос, что здесь имеется в виду пхинат катнут и пхинат гадлут, да, так, чтобы просто это понять, это я нашел очень интересный отрывок, есть то, что называется Игрот, Игрот Кодыш, да, в Балатании, да, там есть Герет Кав, то есть сначала здесь приводится, интересно, у Балатании был такой ученик, которого звали Робисо Ильяфы, он также называется Матпис Микапуст, то есть, как мы скажем по-русски, типограф, вы помните этот город Капуст, да, то есть это еврейское искажение, это Копись, это местечко в Белоруссии, да, так вот этот человек, почему он называется типограф, у него была действительно типография, да, и он там печатал книги Балатании, да, и потом он вообще уехал в Эрот-Исраэль, в Хеврон, он в конце жизни жил, то есть не только он, а совсем, да, была группа хабадников, которые, да, уехали в Эрот-Исраэль и жили в Хевроне, они создали общину, еврейскую общину в Хевроне, Ашкенасскую, да, это были в основном хабадники, да, так, у него есть, видимо, были записи, он, это называется Ехидут, да, то есть было принято заходить к Адмору, да, и Ехидус, да, и с ним беседовать, обсуждать разные темы, так он потом это записывал, и это все было еще до появления Тани на свет, да, и, видимо, его беседы с Балатани, они как раз привели к тому, что вообще появилась книга, которую мы изучаем, да, это очень интересно, да. Так тут он рассказывает о своей беседе с Балатани, да, я не буду все читать, да, потом он задает ему вопрос, и потом он получает ответ от самого Балатани, и поэтому это вошло в эту, да, в этот сборник, да, то есть тут есть Игерет, тут есть письмо самого Балатани. Да, так, они как раз обсуждают вот эти два понятия, Ира и Гава, да, и тут я зачитаю вам такой отрывок, Вьене, Ита, Бегмара, это будет вам знакомо, Амру, Лерабан, Юханан, Бензакай, да, приводится в Гмаре, и, например, сказали Рабану, Юханану, Бензакаю, да, Рабейну, Бархейну, тут он коротко все, да, и он им отвечает, да, что Ирацон, Ше Мура, Шама, Имки Мура, Бас Сарвадам, да, это мы уже видели, да, он их очень удивляет, да, чтобы вы чувствовали страх перед Всевышним, так же, как вы чувствуете страх перед людьми. И сейчас он уничтожнет в Сняion. То есть что хотелось ему сказать Рабан Юханан, Бензакай. Вчера, Рабан Юханан, Бензакай, собер дине, есть Аба, Ваера, Ваера, Ву, Бхактей, Ласум Ира, Ваера, Ву, Кеда, Легия, Лемендридгат, Ва, Сытов. Вчера, Рабан Юханан, Бензакай, что, Вatching, Вчера, 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 Бениан АВа, צריך להעмик, что, всё время что, вау, ораво, ораво, вау, ораво, ораво, Очень простой, ясный язык, и в этом его преимущество как раз. Интересно, он дает интересное объяснение этой гморе. Что хотел сказать Рабан Йоханнан бен Закай? Он хотел, по его мнению, различить между этими двумя качествами, любовью и страхом. Любовь, надо в этом углубляться, как он говорит, надо, видимо, посвятить этому много усилий. Почему? Потому что любовь это такая движущая сила, которая человека развивает, поднимает, приближает к служению Всевышнего и так далее. Мошенкин бен Яна Ира, что не так в случае страха. Страх нужен только, чтобы, есть цель, чтобы не делать зло, не делать плохого, не нарушать. Не надо слишком много в этом углубляться. Достаточно вот этого уровня сравнительно со страхом или с неудобством, я бы сказал, перед людьми. Он еще не использует вот это пхенат-гадлут и пхенат-катнут. Это дальше. И тут есть еще много всяких деталей, мы не будем это все читать. И тут следует вопрос, да, вот этот раби Исраэля Яфы, или Йофы, амадпис из Копоси, он задает ему вопрос. Винэй кшет или арав? Да, он прямо там на месте задает ему вопрос. Не в письменном, видимо, не в письменной форме. Я задал вопрос, равину, как он пишет. «Аль ма шеперэш лэль бедивэра, рабан Йоханан бен Закай. Натош то он и биснил, по поводу рабана Йоханана бен Закайя». «Мема шекатув базоар, итира, дэйхи икара, ма шеколы ирот, хэм кяйн, кинэгид ирата ромамут». В цех адам, он задает очень правильный, серьезный вопрос. Есть зор, который многие цитируют, где сказано, что единственное правильное, или настоящее, или важное, можно по-разному это объяснять, из всех видов страха, это ирата ромамут. Мы об этом говорили много, страха перед величием Всевышнего. Все остальное, все, что ниже этого, нет этому цены, можно так сказать. И он видит в словах Балятани противоречие этому Зуару. Потому что он занизил Балятани, он занизил в их беседе, бои их идут, занизил значение страха перед Всевышним. Это всего лишь функциональная вещь. Главное, чтобы человек, так он объяснил эту геморру, главное, чтобы человек не нарушал. А как это, что к этому приведет, это не так важно. Поэтому он видит здесь кущие противоречия. И тут есть ответ Чуват, причем есть ответ короткий, есть потом длинное письмо, мы не будем все читать. Маши, Амар, Малато, это уже ответ Балятани. Прямо это живой Балятани, это еще до появления самой книги. Маши, Амар, Малато, и Маши, Кату, Катава Зора, Кадош, Эн, Иньянори, Хан. Он говорит, то, что сказано в Зоре, это вообще не имеет к нам никакого отношения. Почему? Да, там, Майри, Бейрат, Га, Онеш. Там. То есть то, что Зор критикует, тот страх перед Всевышним, который Зор критикует, это страх или боязнь наказания. То есть боязнь получить наказание. Это да. Аваля, Ани, Амарти, Шигам, Бейрата, Румимут, Еш, Пхина, Скатнус, Кемура, Басар, Вадам, Бушами, Рабим, Вехэн, Шлемим, Амабитимбо. Прямо ясным языком. Вот вам, пожалуйста, мы получили объяснение от самого автора книги, что такое Пхинат, Катнут, Бейрата, Румимут. То есть мы говорим уже не про страх перед наказанием, мы уже говорим про Иратору, Румимут, но там тоже есть разные уровни. Есть низкий уровень, есть более высокий. Низкий уровень – это относиться, это бояться сделать нарушения, поскольку мне неудобно перед Всевышним, так же, как мне неудобно перед людьми. Это называется, у него Пхина, Скатнус. И потом он дальше пишет, потом он дальше более подробное, то, что он сейчас сказал, объясняет, это уже было в письменном виде. Тут он очень, это интересные вещи, он различает действительно между вот этими двумя чувствами, ощущениями Агава и Ира. Он любви придает огромное значение, и это мы увидим в следующих уроках, в дальнейших уроках. То есть он следующие главы посвящает именно любви, и он считает, что это самое главное. А Ира – это вещь, как он говорит, которая менее важна для служения Всевышним. А вальбе Ира, и нам ухраха, кульках, бехоль эту, бехоль ша, тут уже вникает в подробности, что мы же говорим о непрерывном состоянии, о непрерывном ощущении, требовать от человека вот этого страха постоянного, это не так обязательно он говорит. Афши бэвадая марбэ арэйзэ мишубах, понятно, что тот, кто может больше, это желательно, известная фраза, куля марбэ арэйзэ мишубах, миколь макоми ахарши хазра зоина ира амитит бепхинат гадлут, дляв кульмоха савель, он не верит, он не доверяет стандартному человеку, что на самом деле это будет, видимо, таким игрой или представлением фальшивым, разыгрывать из себя вот такого человека, который дрожит от страха, это несерьезно, чтобы это было всегда бепхинат гадлут, кола йом куло, целый день, ким бепхинат катнут, достаточно, вот это он использует вот эти термины, пхинат гадлут, пхинат катнут, и что такое пхинат катнут, снова он повторяется, дэгайну кемура басар вадам, достаточно, он базирует на этой гморе, рабан юханан бен закай, да, афшаид боненут, и бепхинат гадлут, афальпихена ира, ина элла бепхинат катнут, то есть мы говорим о человеке, который, тут есть сложное такое, мы не будем сейчас этим заниматься, то есть по отношению к любви он находится, бепхинат гадлут, то есть он углубляется, он величие Всевышнего, это вызывает в нем и любовь к нему, но страх как бы остается на заднем плане, да, пхинат катнут, шизэй ахоль каладам леасиг калайом, да, это доступно каждому человеку на протяжении всего дня, да, алькен миши иной ахолеасиг бепхинат гадлут калайом бэймет, эйн хова вэйныхэах, он повторяется, человек, который не может целый день находиться в страхе на более высоком уровне, бепхинат гадлут, да, эйн хова вэйныхэах, кульках шибихоль, эту, вихоль шаа, я ви бэлибо ци юр и ратор умэмут, бепхинат гадлут, это не требуется, чтобы постоянно, как он это, какими словами он это описывает, ши я ви бэлибо ци юр и ратор умэмут, человек не должен в свое сердце, в своем сердце иметь вот этот образ, ци юр, картину, страха величия, бепхинат гадлут, ши михамад ши и разо, ина амитит, и цлу ахшав, как мы сказали, это, это не настоящее, да, человек на самом деле на это не способен, или ци юр бэ альма, ми айра ши и талю бешат отфила, да, то есть во время молитвы, да, но после молитвы, это уже остаток, как бы, да, но это не настоящая вещь, ши бешат, а вода шибалев, бадо разе, да, в этом поколении, да, есть место для служения Всевышнему, а в служении в сердце, да, это молитва, мы еще будем об этом говорить, мошенкин баава, да, и что касается любви, это что-то другое, да, это не наша тема сейчас, да, так мы сейчас поняли из этого места, что он имеет в виду, когда он говорит про вот эти два аспекта, пхинат гадлут, это все в нижнем уровне Иры, то, что называется у него Иратата, но все это, это не, самое главное, это не Иратаоныш, да, то есть Иратаоныш, да, страх или боязнь наказания, это вообще, это об этом мы вообще не говорим, то есть это вообще не уровень, да, это об этом как бы надо забыть получается, да, это вообще, и мы еще увидим, что, как Балатания относится, относился к Иратаоныш, да, я тут принес, вот, от Ксерио есть интересная книга, которую написал другой ученик, да, у него было очень много учеников, да, его тоже звали Ребисроэль, но он не из Копоса, из Дубровна, Дубровна, это тоже местечко, в тех же краях, недалеко от Витебска, Дубровна, и он написал книгу, которую издали, это его внук издал совершенно в другом месте, в Румынии, в Клойзенбург, не знаю почему, да, и это все, и это все, тот, кто интересуется, кому хочется понять, вот я вам зачитаю, книга называется «Сефер Шерит Исраэль», «Эхад המюхад мина талмидим המуваким, шел Адмур, маршаз Зия Бал, Ашулхон Орух, в Атанья, да, он такой особый ученик, Бал Атанья, автор Атанья, да, да, это издал его внук, да, да, так тут есть такое место, это письмо, которое он пишет, видимо, своему брату, да, есть там отдел, который называется «Китвея Кодыш», да, там такое письмо, он, видимо, его это утешает, он, Авель, да, и в этом письме он вдруг говорит про «Песель Миха», да, что такое «Песель Миха», это, да, известная история в Танахе, да, там был Леви, который занимался, он, да, то есть, Миха, это из колена дан, Леви, это он, потомок Муши Робейну, в общем, там занимались, да, и до покончества, не важно сейчас, да, о чем идет речь, да, то, что важно, это, что он приписывает этому, этому, этой истории, этому человеку, да, так, он считает, что проблема этого человека, да, была в чем, или, может быть, вообще, колена дан, в том, что они придали значение, Ират О Гаоныш, и в чем проблема, да, он здесь это уже начинает объяснять, да, Аху Бепхинат Псолет, видите, не меньше, да, это, есть в этом, аспекты примеси, мусора, ашергуме уравме отбе аргашат ацмо, ушмират гуфове анаат навшо, да, вот в чем проблема, да, и это будет повторяться, мы это еще увидим, да, и проблема вот этого вида страха, это называется, аргашат ацмо, мы бы сегодня это назвали эгоизмом, может быть, да, здесь это прозвучало на уроках, да, то есть человек думает о себе, да, он чувствует себя, и в Хабаде, да, это очень-очень важный момент, да, потому что вся цель, мы еще будем об этом много-много говорить, мы уже говорили об этом, да, это называется битуля еш, да, это битуля цми, да, то есть это цель всего-всего служения, а айратаоныш как раз это противоположная вещь этой идеи, этой цели, да, он тут мне добавил еще пишет, такой сложный немножко язык, человек который заботится о награде или боится наказания, это низкий уровень, это человек, который не ценит таких людей, я тут пропущу, да, более, да, на самом деле он говорит, это не наша работа, не наше служение, не наш подход, как бы, да, это цитата из Ора, да, то есть, есть такое выражение, да, то есть плетка, чтобы бить, чтобы пороть по-русски грешников, да, так я слышал, кто такой Адмор, это Балатания, да, поэтому я читаю, да, мы здесь видим, да, как считал, что, как считал Балатания, да, Шамати, он говорит, я слышал от Балатания, от Адмора, Адунейну, Мурейну, Воробейну, известная аббревиатура, да, Ашер, Ирак, Азо, Ино, Эла, Бепхинат, Хагор, Харбехаль, Ерых, Гибор, Льот, Бемизуман, Уля, Икре, Микре, интересно, да, есть такая, такой пасук, Игмара, да, то есть, он сравнивает этот страх с мечом, который должен на всякий случай висеть, на всякий случай висеть на бедре человека, да, что если что-то случится, да, тогда можно им воспользоваться, да, Ашер, Льот, Аго, Бета, Фисата, Сехель, Вехосер, да, видите, как интересно, как они, они вообще очень сильно доверяли разуму, да, разум, он держит человека в норме, как бы, да, но иногда есть случаи, когда человек теряет разум, и тогда уже приходится пользоваться такими средствами, как Ира Таоныш, как плетка, как меч, и тогда ему нужен, в этот момент как раз ему этот страх нужен, чтобы Ецер его не победил и не привел к греху, но считать это служением, да, во время, да, служением, то есть во время выполнениями заповедей, видимо, или изучения Тора, или молитвы, Хасвешалом, ни в коем случае, да Боже упаси, не хочет здесь много распространяться, да, тот, кто понимает, это ему достаточно, да, я леваву насотит хэм, гу аромата мойхин, вот вам, пожалуйста, леваву, он, да, и считает, что дарование Торы с такими, там тоже, это было грозное такое, да, состояние, да, там много говорится про, про страх, да, но это не тот страх, это не это другой страх, это чтобы поднять уровень человека, левавур, да, мудрецы используют этот послук, левавур тьей рато, альпнехэм, левильте тихтау, это говорит Всевышний, чтобы, то есть, стояние у горы Синай, оно должно привести к страху, на их лицах, так сказано, так мудрецы говорят, о каком страхе идет речь, зоб габуша, что такое буша у него, вы помните на прошлом уроке, да, это ират бошит, да, это самый, в Хабаде, это самый высший уровень, то есть, это даже не ират румэмут обычный, а это ират румэмут высшего сорта, как бы, это, ират пнемит, да, это, и так далее, и так далее, он здесь, да, в общем, мы его поняли отсюда, что, да, то есть, как они относились с Кират Аоныш, то есть, Кират Аоныш, это, как мы сегодня говорят, пасе, да, то есть, это, да, в Хабаде такая вещь не упоминается, как бы, да, попросту, и поэтому в Тании, да, тот, кто читает внимательно, да, то, что здесь написано, да, такого вида страха нет, ират Аоныш, это, это не, это, это, не правильный, как бы, вариант, служения Всевышнему, да, это иногда нужно для экстренных случаев, на всякий случай, да, в таких, да, когда по-другому невозможно, да, но вот такое, такое отношение, да, да, на самом деле, в других текстах, есть немножко, можно сказать, немножко отход от этого, как бы, крайнего подхода, да, есть, я вам могу зачитать, тоже у Балатани, есть всякие, есть Мамари, Мамары, Балатани, или Адморазакен, это называется, да, так есть, такой Мамар, который называется, Эталех, здесь он, тоже говорит, про Ирата Аоныш, здесь он, как бы, смягчает свое отношение, да, то есть, он говорит, что Ирата Аоныш, это клепа, да, это понятно, что это не относится к Элукут, как мы уже говорили, это клепа, да, но это клепа много, да, вы помните, да, то есть, это что-то такое промежуточное, это может быть плохое, может быть хорошее, да, и тут, таким образом, он отвечает на очень, на вопрос, который вы все должны его задать, да, если Ирата Аоныш, это такая отрицательная вещь, да, почему в Торе, да, Тора, она только, да, в основном, не знаю, боюсь сказать, в основном, или только об этом говорит, да, только постоянные наказания, напоминания о наказаниях, да, с теми так произошло, с вами это произойдет. Для женщин и детей. Может быть, да, ну, да, вся Тора, да, так он, он, как раз, он, ему это мешало, так он здесь пишет. Тут я зачитаю, не буду все читать, да, вафальпи, шелехлога, нирэ, шезэ, шекер, кигу пхина, пхина слегармой, да, вы уже понимаете его слова, да, да, попросту, это ложь, это страх, это вообще, это ложь, это, да, это, можно сказать, может быть, лицемерие, да, почему, почему, киу пхинат лигармей, да, что такое лигармей, ля ацмо, да, то есть, это эгоизм, это для себя. Чтобы есть, это каждый? Да, авальбээмэд, бешорошни, шматоли, мала, ги аметит, да, это уже каббалистические, всякие объяснения, да, даже у этого страха есть корень наверху хороший, только когда он спускается вниз, да, в тело, он меняется и грубеет, и он уже становится нехорошей действительностью, и становится эгоизмом. Потом он говорит, таким образом, понятно, почему Тора, она, да, и же, парашат клалот, да, им бехокутай, да, как раз, да, 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 если вы будете идти по моим законам, да, так будет хорошо, а если нет, так плохо, да, иудим, иудея унашим, да, все наказания, если страх наказания, это абсолютное зло, как он говорит, как такое может быть, Элизар, да, он говорит, не может быть, что Тора посвятила большой отрывок, парашак дола, да, именно этому, да, но это, как мы говорим, это похоже, да, на самом деле, да, это все-таки средство, да, на которое используется в таких, в крайних случаях, да, то есть, если стоит, как бы, перед человеком выбор, он дальше это говорит, да, и, и пользоваться, этим некачественным средством, да, или, да, или не пользоваться, и тогда что-то нарушить, так это того не стоит, да, понятно, что до нарушения доходить нельзя, да, то есть, да, чтобы не нарушить, можно пользоваться, как бы, любыми средствами, даже самыми плохими, да, 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 афилу ират оныш, кидели ипотерми ара, да, у него такой стиль, да, даже, даже, страх наказания, тоже, да, может быть, использоваться, чтобы освободиться от зла, то есть, от нарушения, да, вот такой подход, да, и тут я тоже перепечатал то, что пишет в более позднее время Адмора Рашаб, да, то есть Рапшолин Бер, да, намного позже он тоже, да, у него есть Маамар, который называется Шува Исроэль, Тафришнун Тет, это 1899 год, да, он, я не буду это читать, это, он говорит другими словами, но ту же идею, да, что, да, то есть ират оныш, это не идеальная вещь, но она нужна для того, чтобы ей пользоваться в таких случаях, чтобы, когда уж ецарара человека начинает, да, доводить, да, 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 какого-то нарушения, да, человек теряет мозги, как они говорят, да, и тогда применяется вот это средство, да, то есть это такой подход. это может быть, это, Kai, так, как она, я не знаю это вас удивило или нет да то есть вы какой школе вы относитесь или как какого подхода вы придерживаетесь просто хочу вас познакомить или вы уже знакомы с совершенно противоположным подходом то есть мы уже когда-то упоминали движение мусара и обставил салантера и тоже сравнивали да мы показали увидели что есть противоположности между подходом движения мусара и подходом балятани но здесь есть еще вот этот аспект то есть репсоль салантер у него взгляд на эту тему на этот вопрос совершенно противоположным то есть он считает что ирата оныш это как бы лучше быть не может это самое может быть не самое самое да но понятно это что это вещь не постыдно и наоборот человек должен до в основном до использовать для того чтобы себя воспитать для того чтобы себя превратить как скажем так служить на служителя всевышнего да в основном надо пользоваться и именно тем что что называется ирата оныш но я хочу вам зачитать знаете сам соль салантер он и никаких книг не написал да он писал всякие письма и грот и еще всякие мама рим выступал да но его ученики они после него написали да в основном этим занимался рыбицок блязер интересный человек он был раввином в петербурге так его принято называть рыбы цели петербурге так его называют потом он и там у него были какие-то видимо проблемы с знаете в петербурге в царской россии в основном жили москелим или евреи которые уже они были богаты это поэтому это они получили разрешение жить в этом городе да и он видимо с ними не ладил да и и он оставил эту должность вернулся в литву в в ковна и сам он из вильнюса насколько я помню да и потом он вообще уехал верить израэль да вы жил в иерусалиме до конца своих дней до есть в иерусалиме такое место которое называется сегодня называется мусара не знает а это вот мяша рим в сторону шарш-хэм там есть такой район где живут евреи и раньше это называлось хацар штройс был какой-то богатый еврей из германии по фамилии штройс он дал деньги на на то чтобы построили это место да этот район это и чтобы там жили мусорники да то есть евреи которые раввины которые приехали из из литвы да и чтобы они там это такое было место где было такое скопление концентрация болей мусар да это представители этого движения да так и что есть о есть такой в шутку так говорят что мусара и мусор это очень похоже хорошо что ты мне напомнил да есть да так битсок блазер да что да да у им соля саланта работа в основном три ученика добылась сим хазис ильзив асаба микелем это одно направление да есть потом еще два два старца два сабы саба минувар минувардок сабами слободка но они не ученики и не прямые ученики да рэпсрой саланта прямые ученики еще это еще двое этого рыбицали петербургер или рыбицок блазер и был еще такой рыбнов то ли амстердам какие фамилии и рыбицок блазер он как раз был он писал много выступал да и и он написал книгу который называется ор исраэль ор исроэль да и там он и выложил все идеи своего учителя рэпсрой саланта так тут он пишет такую вещь да ирата оныш вот он пожалуйста страх наказание адмор видите у каждого есть свой адмор да несмотря на то что они не хасида они тоже его называли адмором да то есть сэрэпсрой саланта прямые ой greatest мы еще можно рассказать да 대 можноь Он, видимо, знал другие позиции, поэтому сейчас мы это понимаем, это как бы наполняется содержанием. То есть он рассказывает, что Рубсоль Салантер, он не шел по каким-то величавым, величественным путям, он не говорил, не выступал, пхенот, вот, пожалуйста, пхена, это очень свойственная терминология хабада, вообще хасидизма. Да, кейрата румымут, пути страха величия, ваават Ашем, тут он намекает тоже, агава, Он в основном говорил, выступал про ирата оныш, про страх перед наказанием, быть наказан, получить наказание. Почему? Кихи решит дат, да, с этого все начинается, разум с этого начинается, да. Ваат Сада Ришон Лавудотоит Барах Шмо, да, это первый шаг, да, в служении Всевышнего. Льот Сар Мера Веласот Тов, да, это не только приводит к ненарушению, да, это к оставлению этих плохих, злых путей, а также делать добро, это тоже, да, это, да, он направляет на известное письмо, которое называется Герета Мусар, это самый главный, можно сказать, труд Ребс-Рослантера, да, откуда он говорит, это все построено на словах мудрецов, да, Балетания ему мешало то, что Тора посвятила много места наказанием, да, он пытается это объяснить, да, а тут он ссылается на мудрецов, на Мишну, да, которые прямо, да, угрозами, да, и, да, угрозами пытается, да, человек научить правильному пути, да, зная, откуда ты пришел, три вещи, да, да, и потом там отдаются ответы, да, это только вопрос, мы все знаем ответы, откуда ты пришел, да, куда ты идешь, очень устрашающие вещи, да, и перед кем ты дашь отчет, да, Дин Вахэшбон, вилезели муда мусарми, Иратаонеш, Йоил, Йотер, Ленефеш, Ада, Микольц, Цоригельад, Цоригельад, это лекарство, как бы, да, это цитаты из Танаха, да, да, то есть самое полезное, самое эффективное, это Иратаонеш, он говорит, да, все, что путайцы, берет, проводишь, бантани, мафареш, как Иратаонеш будет низкое, да? еще у вас все, что взор, все время описание наказаний, страхов про зор мы еще коснемся, да, мы такая, это тоже, то есть нам, нам должно беньшать, как бы, можно сказать, три вещи, да, что в Торе, в Танахе, говорится в основном, или, да, только про наказание очень много, да, второе, это мудрецы, третье, зор мы это еще коснемся, да, да, тут есть еще место, которое тут я привел, да, Ирата, не скажет человек, да, напоминает нам слово Пхинат Катнут, я не знаю, он это имел в виду, тут не совсем Пхинат Катнут, Пхинат Катна, но очень напоминает, да, причем, вы помните, еще раз, да, Балатане у него, Пхинат Катнут, это больше, чем, это уже не Иратаонеш, да, да, он здесь говорит, не скажет человек, что боязнь перед наказанием, это, да, такой маленький аспект, низкий аспект, да, ино кен, это не так, вы зелы и соды решон, а левайши не скелазы, это первая основа, да, и а левай, да, то есть, если бы мы только этому могли удостоиться, только этого могли удостоиться, то есть, мы далеки даже от этого, да, потом он говорит, вот почему я это переписал, тут уже каббалистическая книга цитируется, да, Иратаонеш, да, он говорит, что, да, Репхайм Виталь тоже так пишет, что самое главное, это боязнь наказания, Иратару Мэмут Ло Юса Граг Балимута Каббала Айен Шам, да, тот, кто хочет иметь более высокий уровень, да, который называется Иратару Мэмут, его можно постичь только при помощи изучения каббалы, а поскольку эта вещь недоступная всем, или большинству недоступна, да, так, да, с большинством надо говорить только про наказание, потом он пишет так, Да, вы уже помните, да, то есть, тут, да, мы видим, что все знали обо всем, да, то есть, да, есть, люди пишут таким, как бы, наивным, в наивном стиле, на самом деле, здесь есть намеки, да, друг на друга, да, несмотря на то, что он говорит страх или боязнь наказания, на первый взгляд, уирататсмо, да, мы уже знакомы с этим, с этой терминологией, это боязнь себя, это разве, как можно это назвать служением Всевышнему, «Сов, сов, умит яре, мяшемит барахшимо», в конце концов, он боится Всевышнего, да, такой интересный, как бы, интересный спор, интересный диалог, можно сказать, между двумя противоположными позициями, да, и, как бы, один тянет в одну сторону, другой тянет в другую сторону, то есть каждый чувствует плюсы, преимущества или недостатки своей позиции, но, несмотря на эти недостатки, все-таки это лучше, чем это, да, и, а те говорят в другую сторону, да, так получается, да, эти говорят, что ни в коем случае, «Хасвишэлом», «Боже упаси», да, это эгоизм, это ирататсмо, это легармы, это называется, да, это для себя, это какое-то служение, да, эти говорят, но в конце концов, он и боится Всевышнего, какая разница, почему он это делает, или он так чувствует, да, а какие-то более другие уровни, это нереальные вещи, это не, да, это, это не убережет человека от греха, от нарушения, да, зачем вообще этим заниматься и об этом говорить, в общем, тут, да, ну, я не знаю, как это происходило, да, это, во-первых, они были, они великие люди, это большие Тальмдэхо Хамим, да, Тальмдэхо, большие Тальмдэхо Хамим, они должны знать, в том числе и Танью тоже, да, там, это раз, два, я не уверен, что они прямо ее читали, часто информация, она и идет через какие-то каналы, да, то есть какие-то понаслышке, да, это не, то есть это не, да. — Скажем, вот, Мерд Шархайм был какой-то ответ на какие-то хазитские книги, вот это тоже какой-то ответ, есть книги в Хабаде, которые отвечают на другую сторону? — Я думаю, что да, да. — Ни раз не слышится, она все время... — Надо следить, да, да, надо обращать внимание, да, да. — Да, теперь, на самом деле, вот этот спор, он, можно его понять глубже, он имеет более глубокие, более глубокие причины, или более глубокое понимание, да, так я хочу вам зачитать самого Робисройла Салантера, да, значит, Робисройла Салантера, как мы сказали, книги свои нет, но есть разные письма, и Маамарим, так есть такой Маамар, который называется, это один из последних его этих трудов, скажем так, Маамар бейнян хизук ламдейту ратейну ак душа, да, то есть так это называется, да, это Маамар, да, это как-то перевести на русский язык, да, это, да, как бы выступление, да, на тему, и укрепление, или поддержку, я бы сказал, да, ламдейту ратейну ак душа, да, тех, да, кто учит нашу святую Тору, да, там шла речь о колелях, да, не важно это, почему он это написал, да, то есть он один из инициаторов вообще понятия такого института, колель, да, то есть до него этого не было, да, то есть что такое колель, да, в каком смысле колель, да, то есть люди, которые уже женаты, которые на самом деле уже равенствуют где-то, да, он считал, что надо их уволить с постов, да, то есть надо их собрать вместе, чтобы они не занимались этим своим равенством, чтобы они не равенствовали, чтобы они, чтобы поднять уровень их знаний и так далее, да, неважно, да, так, это будет отклонением, да, да, так здесь он пишет так, и та бэсука приводится в масэхэтсука, тагмара известная, это не только в масэхэтсука, также в кедушин, и црошил адам и дгабэра лав бихоль йом, в эльмале, а кодош буххозролу, ино яхолу, да, так говорит Решлакиш, или есть другая версия, да, что у человека есть ецер, да, есть вот это дурное или злое начало, как говорят, и он человека пытается искушить, свести с пути, каждый день, да, он как бы не устает, да, если бы Всевышний ему не помогал, он бы с ним не справился, да, так говорит гмара, да, да, и тут Ремисольд Салантер задает очевидные вопросы, да, но если он, да, потянется за своим яцером, он что, он получит свое наказание, зачем Всевышний вообще создал человека, таким, да, такого человека, сам человек, он не может справиться со своим яцером, с этим, да, который его постоянно подстрекает, да, соблазняет, да, только Всевышний ему помогая, да, то есть, да, только при помощи Всевышнего он с ним справляется, так какой смысл вообще в этой игре, как я своими словами добавляю, мадонна, та, на, кадошбу, хукуа, хвеос, козеля, ецерара, почему Всевышний, это же не данность, да, с которой Всевышний, да, должен иметь дело, да, и адки лою яхоля адамли вадоли нацхо ким безера кадошбруху, да, вопрос очевидный, да, я своими словами бы пересказал это так, да, какой смысл вообще всей этой игры, да, то есть получается, что вклад человека здесь нулевой, самого человека, да, здесь как бы Всевышний, он играется с этим яцером, да, и потом, да, человек, он получает за это вознаграждение, да, да, теперь, для чего Рэпс-Ройл приводит этот вопрос, эту гумору, этот вопрос, это для своих как бы целей, да, мы уже об этом говорили, вы помните, да, что основная идея Рэпс-Ройл-Салантера это подсознать, да, то, что называется тат-му-да, да, это то, что у человека есть муда и тат-му-да, есть сознание, есть подсознание, да, и человеком движет подсознание, о котором человек сам не знает, не, да, не ведает, да, и человек должен все силы свои в основном направить на какое-то влияние, как-то повлиять на подсознание, да, и таким образом, да, справиться с ецером, и с соблюдением, то есть с нарушениями и так далее, да, и он здесь начинает нам, я вам уже это цитировал, да, он это называет мацавкегэ, ганц, дункель, да, видите, это термины на немецком языке, то есть он это взял, да, тогда еще, мне кажется, психологов не было, да, но уже были такие идеи, да, да, так он здесь говорит, что у человека вот есть вот эти два состояния, ецер находится в подсознательном состоянии, и человек не может на самом деле оценить, насколько сильна вот эта тяга, вот этот, да, этот соблазн, и ему трудно, и трудно с этим бороться, да, когда ты понимаешь, да, кто против тебя стоит, какие силы, да, ты можешь быть таким стратегом хорошим, ты можешь, да, создать определенные виды, я знаю, войск, да, определенные отряды, чтобы, или средства, чтобы бороться с той действительностью, которая против тебя стоит, но когда ты не знаешь, да, когда это все, это, в скрытой форме, как бы это в засаде, да, не можно сказать, да, если пользоваться этой метафорой военной, да, так это большая проблема, да, и поэтому приходит гмора, и человек успокаивает, не бойся, да, и ты не проиграешь, да, 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 Всевышний тебе поможет, да, как бы, ну, какой тогда смысл, какой ответ на его вопрос, да, так здесь он пишет так, я не буду все читать, так что нам здесь говорить, да, в самом деле это не совсем соответствует его подходам, да, мы не будем сейчас подробно об этом говорить, да, он считает, что человек должен влиять на, как мы сказали, на подсознательные силы, да, но пока он говорит о том, что человек должен проявить старание, да, в сознании, да, то есть, соответственно, того, что он понимает, с чем он имеет дело, с чем он борется, да, но это на самом деле ему не поможет, это будет недостаточно, да, и для этого нужна помощь Всевышнего, чтобы справиться с теми силами, о которых он не ведает, да, о которых он даже не подозревает, да, так и как это отвечает на его вопрос, как это объясняет Гемору, да, что вся суть, или весь смысл вот этого, этой борьбы или этого служения, это проявление старания, да, то есть это не оценка, кто на самом деле здесь победил, а кто здесь приложил старание, то есть если человек старался, да, как маленький мальчик, да, он, если, да, метафора, да, если ему дать бороться с каким-то, да, силачом, да, понятно, какой будет результат этой борьбы, да, но то, что мы хотим от маленького мальчика, это храбрость, это смелость, это дерзость, это, да, это энергичность, старание, да, и он заслуживает, вот это старание заслуживает, заслуживает вот этого, да, награды, да, то есть вот такой у нас подход, да, о, теперь, но вы же помните, да, мы много, да, уже, да, на первых уроках видели такую же геморру, да, у Балатани, да, это в 13 главе, мой счет, ты не помнишь, да, Перекют Гиммель, да, как раз Балатани, он тоже, имея дело, тоже, как бы, пытается справиться с этой геморрой, да, здесь, в Перекют Гиммель, он здесь описывает вот это состояние человека, который называется Бейнуни, вы помните, да, Бейнуни, это человек, у которого есть, очень напоминает, да, ту же самую схему, да, Бейнуни, да, это человек, у которого есть заложено в нем, в нем, почему он Бейнуни, почему он не цадик, да, потому что у него есть Ецарара в скрытой форме, да, то есть внешне он ведет себя как полный праведник, да, он постоянно его побеждает, постоянно, да, справляется с задачей, но это не значит, что у него внутри нет желания, нет Ецарара, который, он здесь называется Шофет, да, и он, Балетания, в этой главе объясняет, что такое Шофет, вы помните, да, советчик, это не судья, а советчик, да, мы говорили об этом, да, и он в связи с этим приводит ту же самую гемору, и, Малая Кадош Бурху Озро Эн Яхолу, что это значит, да, так он объясняет, о какой помощи идет речь, о какой помощи идет речь, да, он эту гемору понимает совершенно по-другому, не как Рабисрой Салантер, что Всевышний, он, как бы, извне, да, как бы, вмешивается извне, да, и он приходит на помощь, да, что это такое, он говорит, это что-то естественное, ги-га-я-ра-ши-ми-и-ро-ра-шем, аль-нефи-ше-ил-укит, да, это истинно, по его системе, да, у человека есть разные души, разные уровни души, мы говорили об этом, да, есть нефи-ше-ил-укит, да, это, как бы, такая призма, да, я знаю, через которую идет поток божественного света, это естественный процесс, да, и он, это называется, прийти на помощь, на самом деле, это естественный процесс, это естественно, да, это, как бы, очевидно, да, что божественная душа, она намного сильнее, чем этот Ецар, да, чем этот Ецар, да, это, да, это есть, он много об этом говорит, да, кей-трон, аор-ми-на-хоших, да, так же, как свет, это посылка в Куреле, да, так же, как свет, очевидно, что свет, он, да, имеет преимущество над тьмой, да, так же, и божественная душа, она, она, естественным образом, да, это, несомненно, она побеждает тот Ецар, который находится у него в скрытой форме, да, и это то, что имеет в виду гмара, да, это та помощь, о которой здесь идет речь, то есть мы здесь видим два совершенно разных понимания этой геморы, два совершенно разных подхода, и я думаю, что это нам объяснит разницу во взглядах, почему Репсори Саландер считает, что нет никакой проблемы с иратаоныш, с боязнью наказания, а Балатани, наоборот, ужасается от этого, боится боязни наказания, да, так объяснение очень простое, да, что по Репсори Саландеру в чем задача, в чем миссия человека, это показать свое, как бы, мужество, да, в этом поединке, да, то есть есть тут поединок, есть тут разум или сознательное состояние, это понимание, что надо поступать так-то и так-то, да, есть проблема, есть силы подсознательные, которые называются ЕЦРА, которые человека ведут в другую сторону, да, и человек должен быть героем, показать себя, свой героизм, да, свою, да, то, что он разумное существо, что он не поддается вот этим соблазнам, и в этом его задача, да, почему он считает, что надо делать так и не так, боится он, какие у него соображения, какая у него мотивация, боится он наказания, он не хочет быть наказанным, или у него есть какие-то более возвышенные доводы, возвышенные причины, это не так важно, потому что и это, и это, это рациональное мышление, да, когда человек не хочет что-то делать, как-то поступать, потому что он понимает, что он будет наказан, это тоже рациональное мышление, да, и его задача победить как раз нерациональное мышление, или нерациональные силы, которые его, несмотря на то, что очевиден результат, они его заставляют делать что-то неразумное, да, так он должен приложить все усилия, пойти по пути разума и не поддаться вот этому соблазну, да, теперь, если его соображение, если его мотивация это не быть наказанным, да, это тоже, да, это тоже, как бы легитимное, законное соображение, да, потому что самое главное... — Эти силы не сильнее, чем рациональный человек? — Да, это то, что говорит, да, это то, что говорит Репсоль, да, но я хочу просто объяснить, да, почему вот это соображение не получить наказание, не быть наказанным, оно нормальное, да, потому что оно тоже находится в рамках, в области рационального мышления, а самая главная задача — это показать, что, да, я рационален, да, и меня вот эти соблазны, нерациональные, не сгибают, не уводят в сторону, да, и это задача человека, да, поэтому то, что его соображения не такие, а такие, это не важно, да, это все в рамках рационального мышления, да, наоборот, может быть, это более рационально, кто-то скажет, что ирата рум и мут, или еще больше, это, что, это мистика, да, это, может быть, уже выходит за рамки, да, разума, рацио, то, что называется, да, наоборот, да, ирата онэш — это самое очевидное, самое рациональное, так мыслит здравомыслящий человек, да, да, есть результат, я знаю результат своих действий, да, если я их не учитываю, я действую нерационально, да, моя задача, да, действовать рационально, да, и победить, да, бороться с нерациональными этими силами, которые меня уводят в другую сторону, это шитат бааль, шитат Робсоль Саланторна, бааль Атания, да, у него взгляд, как мы здесь видим, на вот эту задачу или миссию человека в этом, в этой борьбе совершенно другая, да, на самом деле человек, мы уже говорили об этом, да, является здесь такой ареной, на которой борьба идет между Всевышним и злом, да, мы же говорили об этом, да, и это то, что здесь он говорит, да, что, да, вот эта божественная душа, которая есть, да, в человеке, она является призмой, через который идет поток божественного света, и он, несомненно, побеждает, да, он, да, нет никакого вопроса, что он победит вот эти темные силы, этот ЕЦРА и так далее, да, это как раз смысл, мы тоже об этом говорили, Бейнуни, да, Бейнуни, он является вот этой ареной, вот этого, этой борьбы, этого поединка, да, да, и поэтому, да, если человек, он не нарушает, боясь наказания, это не Всевышний, это Ират Ацмо, это Олигармий, тут нет Всевышнего, он, как бы, таким образом, да, Всевышнего отстраняет, да, от этой борьбы, да, Всевышний побеждает, да, побеждает, да, и только тогда, когда человек имеет правильную мотивацию, правильное намерение, да, это такая глубокая вещь, да, это совершенно разные подходы, да, и поэтому, да, сейчас мы начинаем понимать, почему Балятани так мешает, это Ирата Оныш, да, а Репсуэль Салантера, наоборот, да, это в самый раз, это замечательно, да, потому что у них есть совершенно разные взгляды на задачу человека в этой борьбе между человеком и Ецарара, да, Репсуэль Салантера, да, это демонстрация самого человека, насколько он серьезен, насколько он силен, насколько он мужествен, да, и его соображения, они не имеют большого значения, даже, может быть, наоборот, да, а по Балатани, да, это дело не в человеке, то есть дело в человеке, но человек здесь является полем вот этой, да, глобальной борьбы между, да, он должен как бы дать Всевышнему, да, в себя зайти, да, и победить, да, это задача человека, да, и когда он, и тут важна мотивация, если у него мотивация, связанная с эгоистическими соображениями, так вот, он Всевышнего отсюда вытесняет, он, да, он не подпускает Всевышнего к этому, да, к этой борьбе, и поэтому это очень плохо, да, вот в чём суть, в чём разница между этими двумя подходами. Это надо об этом говорить, да, мы без Раташем, мы, на самом деле, эта книга Тани, это Сефер Абайнуним называется, да, да, то есть, да, ещё мы дойдём до этого без Раташем. Можно из этого сделать вывод, что, ну, вот, я, я бы, с Раташем Абайна, в значении, ну, человеческой личности, а в нём первичное, то что, ну, как бы... Ну, да, вопрос, что такое личность, да, это серьёзная тема, да, 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 то есть, окей, да, это личность, это, это, насколько я понимаю, я не очень разбираюсь, это тема, которая обсуждается, в психологии, да, это, насколько я понимаю, да, это... Там тоже это вопрос, насколько это нау... Что такое личность, да, это, как бы, совокупность разных свойств, разных вещей, разных черт, да, и как-то всё, такой, как бы, букет, всё собрать в личность, да, что оставить в стороне, что в это включить, окей, это, да, но ты прав, да, то есть плюс-минус это, да, это, да. Балятания тоже, можно сказать, да, тут тоже есть личность, которая такая, да, она выглядит по-другому, она собрана из других вещей, из других составляющих. Теперь, напоследок, я вас хочу познакомить, во-первых, с двумя вещами, во-первых, откуда, на самом деле, это всё берётся, да, так, да, в более древнем тексте, который, здесь мы тоже цитировали, Томер Двора, кто написал Томер Двора, это Раби Муше Кордовьеру, да, вы помните, да, это мусорическая книга, да, которая построена на каббалистических понятиях, он берёт сферот, да, и связывает каждую сферу с какими-то качествами характера человека, да, и, соответственно, он делает выводы моральные, мусорические, как человек должен вести себя, да, так и последняя сфера, самая нижняя, это Малхут, да, это у него Пэрк Чи, девятая глава, как человек должен приучить себя в этой, он это называет Меда, да, так тут среди всего прочего он говорит так Он связывает нашу тему, да, да, то есть страх Всевышнего, страх перед Всевышним, трепет перед Всевышним с Медат Малхут или сферат Малхут и потом он пишет так Вейны Гайера Мисукенет Меод да, страх это вещь очень опасная в чем опасность Липпагем Улейканесба Эла Хицуниим можно легко это как идти на край скалы, да, у обрыва, да, можно скатиться очень легко быстро к Хицуниим кто такие Хицуниим да, это вот эти Клипот, да, есть разные термины, да, то есть у нас есть есть Сферот, это это Элукут, то есть это Божественная сфера, да, а дальше есть дальше, да, дальше это уже Клипот, дальше это уже Хицуниим, да, поскольку мы находимся на грани Малхут самая последняя немножко Кабала, да, самая последняя сфера она граничит уже с внешними сферами и можно скатиться очень легко в эти, да, что нехорошо, что очень плохо, да, это как раз связано с Ир-А, как это делается? Ша-ре-им-гу-я-ре-ми-на-ису-рим о-ми-на-ми-та о-ми-ги-еном а-ре-изо-и-ра-та-хи-цу-ним да, вопрос, да, бояться это хорошо, бояться Всевышнего это замечательно, но чего ты боишься, да, какова твоя мотивация, если ты боишься наказания, он тут перечисляет Ису-рим, да, то есть мучения, да, о-ми-та-смерти ге-еном а-да о-ре-изо-и-ра-та-хи-цу-ним все эти действия от внешних сил о-м-на-ма-и-ра-и-ка-рит-ли-ра-та-шем у-ши-я-х-шо-в-иш-лю-ша-д-варим да, а что является главной или правильным страхом перед Всевышним ль-й-о-д-г-ду-ла-то-ш-ли-о-ц-е-ра-коль- аль-коль-нем-ца в общем, это называется у нас да, и-ра-та-ру-м-э-мут или на самом деле он здесь говорит про и-ра-т-хэт, если вы помните, мы это уже говорили, да, то есть такая-такая тонкая вещь получается, да, что мы боимся, не мы как бы стрелку направляем в другое направление, боимся не наказания, а самого греха, да, сам грех — это вещь ужасная, да, и дальше он перечисляет подробно, да, что ужасного в грехе, да, есть всякие варианты, да, но очень важно сказать, что мы боимся, не должны бояться не наказания, да, это очень плохо, это хитсунием, это клепот, это, да, а надо бояться самого греха, то есть здесь не идет речь про и-ра-та-ру-м-э-мут на самом деле, да, это что-то другое, а боязнь греха, и-ра-т-хэт это называется, да, и мы видели на прошлом уроке, что да, у них это может быть самые высокие, да, самые высокие, самые высокие виды этого страха, да, навредить миру, навредить миру, или, да, у них это, по-каббале, да, испортить, да, сферот, или поток, поток шефа, то, что называется, и так далее, да, и вот эта идея, она, вы знаете, у него был ученик, Решид Хохма, Раби Илья Ауди Видаш, да, автор книги, так он называется, Решид Хохма, мусорическая книга, которая повлияла тоже, он тоже, его книга тоже повлияла на мышление более позднее, и Решид Хохма, Решид Хохма, он развивает эту тему, но, в принципе, он говорит тоже ту же самую идею, да, что, да, то есть, вот такое отношение, которое мы увидели у Балатани, да, что, да, что бояться наказания, это, да, это построено, видите, на каббалистическом представлении, на вот этой иерархии, иерархии каббалистической, да, что это уже относится к клепот, к хитсуниим, да, это что-то ужасное, это такие, да, это такие страшные силы, мы как будто их подпитываем и кормим таким, да, таким страхом, это что-то, да, это что-то нехорошее даже, да, то есть получается, да, что вот есть база подходу Балатани, теперь и напоследок, в конце, да, под конец, вам просто это интересно, это как бы касается нашего времени, можно сказать, да, то есть, да, известный Равкук, Бавро Митцракук, да, он написал очень много, вы знаете, да, очень много книг, трудов, да, это море вообще, да, это, мы обычно с этой литературой не очень знакомы, да, это изучается в других кругах, да, там, еще в Атмирказа Равы, да, еще и так он приехал в Эритисраэль, так у него есть, принято делить его жизнь на два периода, есть периоды до Эритисраэль, да, это в основном он же был раввином города Бойск, Бауска, да, это в Латвии, и потом Яфу и так далее, да, так, когда он приехал, это было в 1904 году, да, он приехал в Яфу, да, и он познакомился, можно сказать, с такой, с новой для него действительностью, да, то, что называется евреи, которые не похожи на местечковых евреев, халюцим это называется, люди, которые, заселяют страну, Эритисраэль, то есть это еще до государства, да, они осваивают земли, строят, занимаются трудом, строят поселения, там, кибуцы, мушавим и так далее, да, и у них, они ушли, многие, молодежь, да, она отдалилась от, от соблюдения, с одной стороны, да, у них были всякие идеи социализма, даже коммунизма, и так далее, да, у разных, да, но с другой стороны, они горели, идеи заселения, Эритисраэль, национализма, да, и так далее, да, так, и Равкук, он был впечатлен, это очень интересно, да, Равин, да, Тармин Хахам, был впечатлен этими, этой молодежью, и он, да, высказал вот это свое отношение к ним в разных трудах, да, в 1906 году он написал такую книгу и Квей Ацон, там есть, это разные части, там есть часть, которая называется Гадор, это все, последователи Равкука, они, да, очень знакомы с этим, с этими идеями, с этой литературой, да, так, там он, что такое Гадор, поколение, да, то есть он там высказывает свое, свой взгляд, свое отношение к этому поколению, и там есть одно место, которое имеет, связано с нашей темой, сейчас я вам, тут я вам, да, Бадорота, хауни митхилуа, наким литмаэт, ваклялу леху митале, он описывает то поколение, интересно, да, он говорит, что уже великих, особо великих людей нет, анаким великанов, их становится меньше и меньше, да, с другой стороны, он говорит, бамэйну нитмаэтуа бурим, но и невежество, да, этих неучий, тоже меньше, да, то есть все, как бы усоединяется, получается, да, я пропускаю, я пропускаю, сложный немножко язык, да, шадор шиу муце, кольма шиу шуме, аверуэ мегу риму му рим, катан мерко, да, вот это новое поколение, молодежь, все, что они слышат от родителей, и от учителей, они это не ценят, недооценивают, может быть, это, да, кому-то звучит знакомо, да, аз мусара майно элокехет леваво, значит, их вот эти наставления, или упреки, они не, не делают никакого впечатления, вайнома жбиры цимоно, да, неважно, да, гамайнома тиля лавшумы има, вафахад, это не является никакой угрозой для этого нового молодого поколения, почему, шиквариталабитхунато милийот маамиду фьоли хаяв, сложные слова, мифны бриха, мифахад эйзи шигая, он вообще ничего не боится, да, поколение, которое ничего, у него нет страха, да, своими словами, я скажу, бейн мухаши, бейн циури, не очевидный страх, не воображение, страха, бейн хумри, бейн рухани, материальная, никакая угроза его не, его не берет, а царот ватлаота нораота суу ленукше вааз, да, поколение, которое прошло очень много трагедий, много приключений, как он говорит, да, они, вот эти приключения, превратили его в, в дерзкого и твердого, да, ад шеколь, бейлахот и пхадим, ло язезу, никакая угроза, ты можешь им рассказывать, да, что там, гейном, или тебе, это не никак, он мухша рак лейтромэм, так у него есть кишарон, только подниматься вверх, лалехет беорх хаим, а ульхим лямал, лямаскель, цит только вверх, а вал ло юхал гам и мерцел, йод кафуф вешахух, он никак не может быть согнутым, да, и, да, но се оль ванетель, он не может, носить на себе, вот это, ярмо, да, ашер ло юхал им цобит ухорошем, шел о хаим, такие слова красивые, о, и сейчас он прямым текстом говорит, гуло юхал лашув мейра, он не может, не сможет сделать чуву на основе страха, а вальме од мухшару, и вот эта строчка, она очень известная всем, а вальме од мухшару лашув мягава, да, он очень, ему очень как бы подходит сделать чуву на основе любви, шиера тарумимут титхаберима, да, если нужен страх, то это только страх, видите, понятно, он пишет такими как бы современными плюс-минус словами, но на самом деле он базируется, понятно, что он читал, теперь по поводу, по поводу Равкука, да, насколько он связан с Хаббатом, это нет в этом никакого сомнения, да, вы понимаете, да, то есть его мама, она из хаббатской семьи, он в детстве учился, как, как это место называется, Грива, да, учился у хаббатского Машпи, я не помню, как его звали, да, он, во-первых, он знал всю Тору, да, без исключений, да, это, но, но, и учение Хаббата, оно очень-очень сильно на него повлияло, да, и нет никакого сомнения, что то, что он здесь говорит, это, да, ведь как далеко уходят, вот эти, да, идеи распространяются, теперь, вы думаете, и многие думают, что этот взгляд у него возник, или появился только по приезду в Эрд-СССР, ничего подобного, да, тут я вам принес книгу, да, эта книга называется, Леневухеядор, да, это очень интересная книга, да, дело в том, что в основном все книги, которые есть от Рава Кука, это издали, это его сын, или его ученик, ученик Рава Назир его звали, да, они после смерти Рава Кука, они взяли, у него было очень много записей, это называется Пинкасим, блокноты, он постоянно писал, 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 и они из этих блокнотов взяли всякие отрывки, выдержки, да, и сделали из них книги большие, да, но у него была книга, которую он написал, рукопись, которую он написал еще будучи в Европе, будучи в Бойске, он был раввин Бойска, да, до приезда в Эрт-Исраэль, да, и он собирался эту книгу издать, но не издал, и его сын почему-то решил, да, он знал ее существование, он решил, каким-то соображением, не очень понятно, почему, решил ее не издавать, да, пока не пришел один человек, да, и Рав Рахмани, он ее, он не так давно ее издал, и тут есть очень много интересных вещей, да, так и в одном месте, значит, тут обсуждаются очень многие темы, может, вы слышали, да, он почему-то придерживался идеи вегетарианства, он считал, что это, что очень правильная вещь, это соответствует, соответствует законам Торы, и так не будем сейчас этим заниматься, да, но видно, что ему, как Равину, ему мешало, что есть такой массивный отход от Торы, от соблюдения, то есть молодежь, она все-все оставляет, и почему-то Равины в его поколении, да, это их не очень беспокоит, да, они не занимаются, да, они как бы не находят общего языка с молодежью, да, и он как раз считал, что это неправильно, что надо, надо найти этот язык, надо, каким-то способом, да, понимая, да, что беспокоит, что мешает молодежи, да, таким образом их вернуть обратно, можно так сказать, да, так тут есть такой отрыв, значит, это «Перекламит хэд», да, так он здесь объясняет, или даже, можно сказать, обвиняет, да, религиозное общество в отходе молодежи, я не буду у нас, да, все читать, да, я просто зачитаю несколько предложений, «У митох широва морзиким ба тура, вейрат ашем, и нами штадлим лейт румэм, лейтом мимитка удва шашель тура беорда ата шем», поскольку те, которые, да, морзиким ба тура, это называется, те, кто соблюдают туру, они не стараются подняться, да, возвыситься, попробовать, он говорит, сладость и мед, торы, «Шра кальяда гаю макерима амитат гдулата нефеша мушпат мекуха шель тура вейрат ашема амитит», только этим можно понять величие души, которая воспитана торой и богобоязненностью настоящей, «вэлогур гилю и они не привыкли ки им бе мидага и руда шель рата аоныш», да, «религиозное общество», он говорит, они, у них нет таких высоких понятий, да, они соблюдают в силу чего? В силу вот этого, он называет низкого качества беда и руда шель рата аоныш, да, то есть боязнь быть наказанным, да, это то, что это, это та мотивация, к которой привыкли религиозные люди, соблюдающие, и это причина того, что молодежь, которая не готова, да, не готова вообще принимать на себя вот этот страх, бояться каких-то наказаний, да, поэтому, да, это вызывает у них пренебрежение к, кто же, к соблюдению, да, и это причина, да, он дальше пишет, вот там анашим, роимет отца дошлили, и шьешь бы мусара на мух, те люди, он говорит, что они хорошие люди на самом деле, они ищут только добра, они идейные люди, они, да, они, да, но именно поэтому, да, 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 поскольку они разочарованы, да, местечковым обществом, да, именно поэтому они оставляют, да, кто в этом виноват, виноваты те, которые, которые, да, боятся, то есть, строят свое соблюдение на, на опасении быть наказанным, там анашим, роимет отца дошлили, шьешь бы мусара на мух, да, эти люди, которые ушли, да, оставили, они видят отрицательную сторону, он это называет, видите, как мусар, намек на, ну а там мусар, на мух, его отношение к ну а там мусар, это тоже известно, но было отрицательное, да, но это не наша тема. А в его время видно было, что, скажем, например, в обществе, которое там изучало больше мусаров, больше входило, чем, скажем, в хасидском обществе, или нет? Это очень, очень, очень сложно, да, это, это, есть такие разговоры, я наслушался их, я не знаю, это очень сложно, это надо очень, к статистике надо вообще относиться очень, очень строго, не знаю, да, да, ну да, 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 он продолжает, вавата сахар, к шейно, металели, маши, урам, вынизгав, меменон, шукуаха, водами агава, да, вот, вот этот мусар на мух, как он это называет, да, это низкий мусар, да, он всего лишь на основе страха перед наказанием, да, и стремлением получить награду, да, и он не, не поднимается выше этого, да, к, к служению на основе любви он это называет, теперь напоследок я вам хочу рассказать, мой опыт, да, то есть, когда я учился в Ишиве, в молодости, у нас, у нас, у нас еще в Ататерет Исраэль, в Байтвагане, Рошишева, у него в Элю, в месяц Илюль, были такие особые, в Шаббат, в Лель Шаббат, были особые уроки, про Чуву, да, он, да, это было в темноте, да, это уже газ, свет, и, да, в темноте он давал уроки, лекции, да, и туда приходили в основном люди извне, не ученики Ишивы самой, и я помню, да, что после урока одного, да, ко мне подошел молодой человек в вязаной кипе, и он пожаловался, подошел с критикой на то, что говорил Рошишева, и это он сказал, да, что Рошишева, он говорил про, и геном, ад, что мы будем гореть в аду, и еще что-то, я не помню сейчас детали, да, это, он сказал, да, это не убеждает, да, у нас он говорит, да, не знаю, где точно он учился, у нас говорят про, да, не про наказание, у нас говорят про, да, про возвышенность, да, про Иратором и Муд, и про, насколько Тора и соблюдение, это возвышенные вещи, насколько это, да, он говорит, это не, насколько я знаю, да, ученики, не ученики, на самом деле, а уже ученики учеников, или последователей, они очень много эту тему обсуждают, и вопросы, как это в наше время, да, то есть, уже прошло много времени, мы говорим о молодежи, о новом поколении, на самом деле, у нас уже есть еще более новое поколение, да, и на самом деле, есть немножко такое, среди них такое, как бы, разочарование, или сожаление, что они полностью, полностью забросили, забросили вот этот, иратор, понятие, да, это плетки, как говорят в России, да, угрозы, и есть среди них люди, которые, да, говорят, не знаю, я не общаюсь внутри, да, но извне видно, что там есть такие голоса, которые призывают как бы вернуться, или не знаю, насколько вернуться в другую, в обратную сторону. Ну вот, ну вот, ну вот, ну вот,